Самые безответственные знаки зодиака. Лев. Если львы и любят что-то, так это себя. Львы делают и говорят все, что им заблагорассудится, поэтому они занимают довольно низкое место на шкале зрелости. Они царственны и величественны, почти всегда носят на голове воображаемую корону. Их постоянная потребность быть в центре внимания может показаться детской или даже смешной. Из-за присущей им гордости у них также развивается чувство презрения к окружающим, им нравится выставлять на показ чувство привилегированности. Представители этого знака стремятся к совершенству и часто изнуряют себя поисками его. Однако, хотя этот знак ведет себя очень незрело, у львов есть возможность использовать его силу и природный авторитет во благо. Они могут достигнуть всевозможных успехов, если они научатся обуздывать свое довольно раздутое эго. Близнецы. Как и символ знака, близнецы могут быть крайне двуличными, поэтому в рейтинге зрелости они занимают почти последнее место. Близнецы часто обладают контрастными природными данными, что заставляет их поведение колебаться между безрассудным ребенком и зрелым взрослым. Эти социальные бабочки также склонны легко скучать и поэтому постоянно ищут новое интересное занятие. Это может заставить их казаться очень безответственными, поскольку они всегда отдают предпочтение хорошему времяпрепровождению, а не своим обязанностям. Несмотря на то, что близнецами управляет Меркурий, планета общения, близнецы также постоянно беспокоятся о том, что их слова будут неправильно истолкованы или заденут чувства других. К счастью, поскольку они хорошие коммуникаторы, они могут легко скрыть это чувство. Однако двойственность их натуры мешает им полностью реализовать задуманное. Они также известны как импульсивные и нетерпеливые люди. Не удивляйтесь, если близнецы в вашей жизни в любую секунду закатывают истерику или посылают вас в поход с чувством вины. Овин, представители знака могут быть очень уверенным в себе, но также часто бывают агрессивными, упрямыми и крайне импульсивным, что делает его самым незрелым из всех знаков зодиака. Они думают только после того, как действуют. Этот знак зодиака часто может быть инициатором всяческого саботажа, поэтому на них трудно положиться. Однако если вам нужен кто-то, с кем можно дать волю своему внутреннему ребенку, то вы определенно можете рассчитывать на Овна. Овном управляет Марс, что делает Овна волевым, властным и эгоцентричным. Это также может сделать их решительными в достижении своих целей. Однако если что-то идет не так, как они хотят, ожидайте полной истерики, которая намного хуже, чем у всех остальных знаков вместе взятых. Речь идет о большом количестве слез и агрессии. Если Овны научатся подавлять свою незрелую натуру и быть более дисциплинированными, они могут свернуть горы. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим, до новых встреч, благодарим за просмотр.